С Россией мне легче вести переговоры, потому что мы разговариваем на одном языке, мы думаем одинаково. С россиянами мне всегда было комфортно. Мы с ними друзья. Конечно же, мы разные страны, и тут их надо понимать. Разные страны у нас, наверное, уже и есть какие-то свои цели, свои задачи. У России их больше, это большая страна. У нас, может, их поменьше, но их тоже хватает. Поэтому, если откровенно, конечно, с ними, но поскольку у нас масса, громадье этих вопросов, и очень многое, только что говорил, вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили. Поскольку их много, этих вопросов, сдается впечатление, что мы вообще, у нас напряженка с Россией бешеная. Да, у нас напряженка, но эта напряженка характерна только братским дружественным странам. Что касается США, они от меня никогда ничего не требуют. Знаете, если раньше был такой расхожий тезис, или Запад, или Восток, определяйтесь, Беларусь, или вы с нами, или с ними, сейчас нет. Вот я встречался с американскими политиками, многими, высокопоставленными, знаю их позиции. Они всегда начинают с того, мы не ставим, господин президент, перед вами вопрос, с кем вы, с нами или с Россией. Всегда, это я вам честно говорю. Они не ставят перед нами такой вопрос. Поэтому, если в России кто-то озабочен, что американцы уже нас захватили в клешче и потащили на Запад, чепуха полная. Во-первых, с Лукашенко Беларусь никто на Запад не потащил. Я знаю свою роль, свое место, знаю, как меня там оценивают и нас в целом. Но я не могу позволить, чтобы мы были отхожим двором ни у Европы, ни у Востока. Мы страна, суверенная, независимая. Я буду именно так ставить эти вопросы и вести диалог. К примеру, до полутора тысяч человек пришло на встречу вот на этот форум в Австрию, в Вене. Я ответил сразу на главный вопрос. Инвестиции в Европу будут ваши защищены полностью. А интерес огромный, не только австрийцам, немцам, там все Европы приехали, акулы бизнеса. Я говорю, будут защищены, если мы договоримся. У нас не было факта, чтобы мы подставили кого-то и кто-то потерял инвестиции. Мы будем делать все, как мы с вами договоримся. Принцип один. Если вы австрийцы, приходите к нам и работайте, как паспорт. Цените наш народ, цените нашу страну, уважайте ее. Противное мы не примем. Ценность, свобода нашего прежде человека, где я президент, должна быть обеспечена сполна.